Да, а вот, Игорь, вот такой вопрос. Но ведь у нас люди некоторые, в соответствии с каждой, со своей программой, живут... Ну, к примеру, вот как объяснить тот факт, что женщины живут больше, чем мужчины? Я где-то читал, что средняя продолжительность жизни по России, в частности, мужчины 57 лет, а женщины 75. Это же надо в два, в полтора раза больше. Да, и да. Какая-то дисгармония нашего брата, скажем так, Игоря. Вот чем вы объясните? Да, да, вопрос на засыпку, да. Причем интересно, что и она родилась в этот день, и он родился в этот день. Исходя из логики и средней продолжительности жизни, да, А как бы ты рассчитываешь и там жизненный путь, и там жизненный путь, правильно? Одинаково, и да, одинаково. Вот, другие же нету, да, только это. Но исходя из логики, женщина живет больше, чем мужчина, значит, надо какую-то поправку делать. Или такого нет? Как? Я думаю, что и женщина, и мужчина, им обоим отведено 100 лет в эту эпоху. Можно на двоих? Нет-нет, каждый из них может жить 100 лет. Каждый. Другое дело, что мы можем заметить, похоже, что мужчины, они более безответственно относятся к своей жизни, чем женщины. Потому что принцип вселенский какой? Если человек ответственным образом относится к своей жизни и правильно ее использует, да, то ему разрешается прожить вот максимум, да, максимальную продолжительность. Если человек тратит свою жизнь безответственным образом на всякую ерунду, то в соответствии с законами этого мира продолжительность его жизни сокращается. Ну, в этой связи я могу сказать, что мы знаем все, да, что у женщин степень ответственности выше, чем у мужчин со временем. Более того, я хочу добавить, мало того, что у нее степенность ответственности выше, она берет ответственность за себя, она еще и берет ответственность за него, понимаете? Да, да. Она же ему вот так говорит. Тык. Ну, и дальше идет речь. Да. Говорит, понимаете? Мало того, что ей надо, понимаешь, набросать кое-что на лицо, это занимает процедуру, соответственно, образом, надо еще ему там что-то дать, детям дать втык, его, понимаешь, накормить его, да, отправить его собрать, отправить на работу, приготовить завтрак, обед и ужин, подождать его, вы представляете? А он чего? Полностью безответственный товарищ, относящийся к жизни вот таким образом. Поэтому он живет меньше, верно? Так почему она так трудится, 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 понимаете? А живет дольше, казалось бы. На износ человек работает. Женщины работают на износ. А живут дольше. Парадокс. Но веды также говорят о том, что у женщин чувства в девять раз сильнее, чем у мужчин. Чувства какое? Простите. Чувства. То есть вот в теле есть пять чувств. А эти чувства? Я думал, вы сейчас про сексуальное? Нет, нет. Пять чувств. Пять чувств, с помощью которых мы взаимодействуем с окружающими объектами. Любое живое существо имеет чувства. И вот эти чувства у женщины в девять раз сильнее, чем у мужчины. Опять же было объяснено, вернее, ты, Майкл, указал почему. Потому что на женщину возлагается большая ответственность. Семья, дети – это вот женщина. В чем возлагается, простите? Ну, Богом. Женщина рожает. Но мужчина рядом с ней также находится для того, чтобы помогать ей нести эту ответственность. И если он ей помогает, как мужчина, защищает ее, создает для нее все условия, чтобы она могла реализовать себя как женщина, тогда он играет свою роль, и тогда ему позволено оставаться рядом с ней в максимальную продолжительность жизни. Если мужчина рядом с женщиной ведет себя, он ее просто использует, вместо того, чтобы помогать ей реализовывать себя как женщину, защищать ее и поддерживать. Если вот таким образом он себя не реализует, как мужчина настоящий, ну, поэтому он и уходит из жизни раньше срока. Ну, это мое мнение. Спасибо.